Слава Украине! Героям слава! Привет всем от Полонского! Многие спрашивают, ну что там Путло понапринимало в Москве? Сидела сегодня там со своими этими бандой вот этих своих бандитов и террористов в Москве. И что они там напринимали? Ну, прежде всего скажу, самое главное, что они нам напринимали, нам совершенно наплевать на это. Мы их громили, громим и будем громить. Что же касается сути принятых так называемым президентом так называемой России указов, Ну, тут, как обычно, набор ахиней, царя небесного и полного отрыва от реальности. Путло ввело военное положение в четырех оккупированных областях Украины. В Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской области. Какое к ним отношение имеет так называемая Российская Федерация, которая начинает сама отречать по швам, не совсем понятно. Но, тем не менее, путло на твой путло. Хотя оно не путло, оно немножко по-другому называется, правильно? Вот поправьте меня. Чтобы делать шаги, которые не имеют отношения к жизни. Что это значит для нас? Ровным счетом ничего. Нам наплевать, какое положение путло ввело там, тсям или вот там. Поскольку оно сидит там на Москве на болотах. Пускай для жаб ведет какое-нибудь положение. Жабы на болоте, где оно там находится. Жабы скажут ква и будут его слушать. И всем будут очень сильно счастливы от этого. Также путло ввело такое среднее положение. Вот мне даже интересно, что значит среднее положение. Вот да, серьезно, да? Среднее положение в Белгородской народной республике, Курской народной республике и еще где-то там в нескольких областях, временно оккупированных так называемой Россией. Что это значит для них, тоже не совсем понятно. То есть, ну скажем так, это было заседание вот этой вот ихней комарильи путинской, банды террористов, ни о чем, да? Когда они принимают какие-то решения, которые в жизни, ну влияние которых на жизнь, в принципе, 0,3 десятых. Единственное, что действительно да, это то, что после введения террористами так называемого военного положения в оккупированных областях Украины, 4 области, которые я перечислил, теперь есть высокая вероятность того, что они будут хватать на улицах мужчин и отправлять их на фронт воевать с Украиной же. Какова будет ценность таких, скажем так, подразделений, которые ненавидят Путина, ненавидят его вонючую Россию и ненавидят его фашистский режим? Ну, сами догадайтесь. В какую сторону повернут они оружие? И сколько у них будет вот таких вот вариантов? Помните, как с таджиками, когда таджик покрошил несколько там десятков оккупантов? В Брянской, по-моему, области во время учений, да? Вот тут будет такое, по-моему, каждый день. Так что, ну-ну, попытайся. Что еще интересного? Да, будут досмотры машин у местных, которые не сбежали. Ну, ребята, вам говорили, надо было эвакуироваться из областей, которые временно оккупированы расистами. Ну, теперь вот ситуация такая. Ничего страшного. Еще раз скажу вам, смотрите, значит, что происходит на правобережье Херсонской области, перескочу немножко. И почему они вводят там так называемое военное положение? Все довольно просто. На правобережье путинцы выводят, боеспособные части оттуда выводят, зато заваливают правобережье большим количеством чмобиков. Ну, о боеспособности чмобиков просто ходят легенды. Единственное, в чем они очень сильно боеспособны, это в уничтожении спиртных напитков крепких. Да, вина они не пьют, как правило. Там все, да. Ну, вы в курсе, да. Там или получается самогон с водкой, ну, чаще самогон, чем водка. Или, как говорится, то, что еще не дошло до стадии самогона, это брашка. Они вот это хлебать лаптем могут с утра до вечера. Вот. Но во всем остальном, сами понимаете, у оружия они с трудом знают, где ствол, а где приклад. Такая вот у них армия. Вот. Тем не менее, их сейчас нагоняют на правобережье Херсонщины. Я не ожидаю, что они вот так возьмут и побегут из Херсона. Нет. Этого, конечно, не будет. Вот. Но, опять-таки, боеспособность их такая себе. Наши продолжают сжать. Наши продолжают уничтожать там расистов. Хоть с военным положением, хоть не с военным положением. Вот эти четыре области. Это Украина. Крым. Это Украина. А Путин. Хелло. Слава Украине. Вова.